В эфире программа День города, в студии Наталья Новик вам. Здравствуйте! Вот и некоторые темы выпуска. Пьянству бой. Сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей. Битва за Рязань или ледовое побоище. В Рязани прошел международный турнир по ММА. Сильные и красивые. В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Страшная авария произошла утром в субботу в Лховицком районе. Нарено столкнулся с Газелью. По предварительным данным, Газель вылетела на встречную полосу и врезалась в легковой автомобиль, в котором находились юные спортсмены, ехавшие на соревнования. Погибли трое подростков в 12 и 13 лет. Еще одного мальчика не его тренера госпитализировали. Водитель Газели отделался ушибами. За моей спиной спортивная школа «Сокол», воспитанники которой на днях поехали на одни из первых своих соревнований по боксу в Москву. Однако все закончилось страшным ДТП. Административное здание спортшколы расположено в районе гор-рощи. Спортсмены, которые прикреплены к ней, занимаются в секциях бокса, хоккей и футбола. Их тренировки проходят в рязанских школах, на стадионах, в спорткомплексах. Трое детей, которые погибли в автомобильной аварии, занимались в секции бокса в 40-й школе. Их тренер Руслан Богданов 25 марта с утра повез четверых детей на соревнования по боксу в Воскресенск. За рулем автомобиля «Рено» был именно он. Причина трагедии до сих пор устанавливается московскими правоохранителями. По одной из версий, автомобиль «Рено» двигался со скоростью 60-65 км в час в сторону Москвы. Когда в районе Луховиц на встречную полосу вылетела «Газель», за рулем которой находился 20-летний житель Липецкой области Сахиб Хадувердиев. Считается, что водитель-экспедитор одной из рязанских фирм попросту заснул за рулем. В результате аварии на месте погибли три ребенка. Два брата Рахмана Джейхун Абдулгамидова и одноклассник одного из них Вячеслав Щайников. Ребята были в возрасте от 11 до 14 лет. На место трагедии практически сразу приехали родственники погибших. Еще один спортсмен по имени Сергей, ему 14 лет, сейчас находится в больнице. Он получил различные травмы. Оба водителя после ДТП серьезно не пострадали. По последним данным, они задержаны для выяснения обстоятельств происшествия. В спортивной школе «Сокол» нашей телекомпании пояснили, что юные спортсмены, погибшие в автокатастрофе, занимались боксом не так давно, в районе года. Также нам сообщили, что с утра в понедельник в Рязани состоялись похороны Вячеслава Щайникова, на которых присутствовал директор спортшколы и второй тренер по боксу. Родители же двоих погибших братьев уехали в Узбекистан для того, чтобы похоронить там своих детей. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – не самое разумное решение, но между тем это далеко не редкость. А в выходные подобные случаи еще и учащаются. Сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд по выявлению водителей, которые позволили себе сесть за руль транспортных средств в нетрезвом виде. В минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции выявили 19 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще три водителя отказались проходить освидетельствование на данное состояние. Имели место быть и случаи, когда водители в состоянии опьянения управляли транспортным средством повторно. Таких фактов зарегистрировано четыре. Так, днем 26 марта на улице Гоголя дорожными полицейскими был остановлен автомобиль Рено под управлением 33-летнего мужчины. В ходе беседы с водителем у сотрудников ГИБДД возникли подозрения, что он находится в нетрезвом состоянии. При проверке документов оказалось, что водитель ранее неоднократно был лишен права управления транспортным средством. Мужчина был доставлен на стационарный пост ДПС, где при освидетельствовании алкотестер показал 1,75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Госавтоинспекция обращает внимание, что управление транспортным средством в состоянии опьянения – самое грубое нарушение правил дорожного движения, которое может привести к печальным последствиям. И напоминает, что повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования на данное состояние влечет наказание в виде уголовной ответственности по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортным средством в течение трех лет. Что и говорить о том, что последствия пьяной езды могут быть и вовсе непоправимыми. Битва за Рязань или ледовое побоище нашего века. Международный турнир по ММА, состоявшийся в минувшую субботу, во дворце спорта Олимпийский, был ожидаем в кругу ценителей боевых искусства. Таковым, кстати, оказался и временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов, который с интересом наблюдал за схватками лучших бойцов Рязани, Петербурга, Харькова, Ухты, Магнитогорска и города Сент-Полга. Штата Миннесота. Подробнее об одном из самых зрелищных спортивных событий расскажет Марина Комиссарова. Трибуны Ледового дворца переполнены, зрители скандируют. Прямо сейчас здесь происходит самое ожидаемое спортивное событие весны. Восемь схваток, зрелищных, красочных боев пока еще впереди. Азарт и адреналин в каждом из зрителей, пожалуй, не уступают волнению, которое испытывают участники турнира. Бойцы, которые выступали несколько боев, прямо достойны серьезной аллеи славы. Думаю, многие из ребят, которые здесь проходят практику, оббиваются, они в ближайшем будущем, если не прекратят это занятие, думаю, будут представлять на международных турнирах России и Рязани в том числе. Поэтому арта, они молодцы были, то что они рискнули, посмели, организовали, продавили кучу препятствий, но тем не менее сделали это. Однако главным событием турнира стал не бой по ММА. 46-летний спортсмен из Соединенных Штатов, живая легенда Джефф Монсон и рязанский 25-летний Николай Савилов выясняли, кто сильнее в грэпплинге. В отличие от смешанных единоборств, грэпплинг не предполагает использовать, внеударных техник. Схватка длилась 10 минут, и ни один из бойцов не уступил другому. Он очень силен. Я ожидал, что я его измотаю, но у меня ничего не вышло. У меня была такая тактика, но на деле вышло иначе. Ну да, я рассчитывал победу, но все равно, когда боролся, старался не рисковать. Мало ли, что у него получилось сделать, да я проиграл, поэтому не рисковал. Полтора года назад бойцы уже встречались, но все закончилось дисквалификацией Николая. Тогда он использовал запрещенный прием – удар ногой по голове лежащего соперника. Николай сразу извинился и теперь, встречавшись с Джеффом, снова пообещал победить. Да, обычные эмоции, никаких эмоций. Я сейчас готовлюсь к бою. У меня буквально через 10 дней будет в Китае бой. Поэтому я больше ориентируюсь туда, наверное. Исход схватки удивил многих. Все же 46 лет – весьма солидный возраст для спортсмена. Между тем, фантастический опыт снеговика в 87 боев при 60 победах стал весомым аргументом против дерзости 25-летнего бешеного пса. Джеффом Николаевым довольны? Немножко другие были прогнозы? Да, были немножко другие. Думаю, Николай, конечно, будет посильнее. Но в молодости села на опыт и победила ничья. Впечатления огромные. Эмоции вообще тоже переполняют. Что за меня пришлось столько народу, болеет. Спасибо родным моим, что пришли поддержать меня. Спасибо моим товарищам, с кем я тренируюсь. Все благодаря ему. Отдельно очень хочу поблагодарить Казбану Артема. За мной смотрит, следит за мной. Все мне подсказывает. Ну и, конечно, тренер по борьбе Гавриков Роман Николаевич. Все благодаря ему. Противостояние взглядами в ходе взвешивания. Эпатажный выход в ходе турнира. Скандирующие трибуны «Русские вперед!» И в ответ с другого сектора «Они оба русские». Снеговик действительно получил российское гражданство в 2010-м. Хотя его любовь к России началась значительно раньше. Я думаю, что уже пропитался русским духом. Поэтому я и принял российское гражданство. ПЕСНЯ 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 ММА – молодой развивающийся вид спорта, который в нашем регионе живет за счет энтузиазма самих спортсменов. В спортшколах и клубах Рязани сегодня чемпионов растят те, кто еще недавно сам пробивался через тернии к победам. Первая битва за Рязань состоялась. И подобные мероприятия, возможно, привлекут внимание общественности к красивому и зрелищному спортивному направлению, смешанным единоборствам, которые сейчас находятся в процессе подъема с колен. Настоящее зимнее утро. Рязанцы увидели сегодня из окона пользователей МСети. В шутку предположили, что наступило 55 февраля. И зима вернулась. Рязанцы поздравили друг друга с Новым годом и вспомнили русский фольклор. Пришел Марток, надевай 7 порток. Автолюбители порадовались, что не успели приобуться. А товарищам на летней резине посоветовали оставить машину около дома. Напомню, ранее МЧС выпустила метеопредупреждение об ухудшении погоды в Рязанской области. Прервемся ненадолго, а далее вы увидите. Физическая культура и спорт. Вторая профессия врача. В Рязанском медуниверситете прошли спортивные соревнования. Сильные и красивые. В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Весь мир театр. Профессиональный праздник отмечают сегодня мастера сцены. К субботу в Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Участники боролись за кубок, названный в честь былинных рязанских защитников. И в патии Клаврата, и Авдотьи Рязаночки. Оценила спортивную форму соревнующихся и пообщалась с победителями Анна Герцовская. В Рязани собрались лучшие представители бодибилдинга и фитнес-бикини России, которые приехали из разных городов. Москвы, Тулы, Калуги, Нижнего Новгорода. Здоровый образ жизни, красота, мышцы. Все это заворожило публику на несколько часов. Спортсмены выступали в нескольких категориях. Классический бодибилдинг, пляжный, мужчины до и больше 90 килограмм, а также фитнес-бикини. Последняя категория вызвала бурный интерес у публики. Спортсменка из Москвы показала нашей съемочной группе несколько вариантов поз. И рассказала, на что, прежде всего, обращают внимание судьи, оценивая фитнес-бикини. Эта категория, она как раз отличается тем, что здесь не нужна излишняя сухость. Здесь просто нужны красивые женские пропорции, которыми нужно работать и которых можно добиться при большом желании. Спортсмены, участвующие в подобных конкурсах, начинают свою карьеру часто с занятий фитнесом. В дальнейшем это затягивает, и работа над телом становится любимым делом жизни. А дальше спортсмен понимает, что можно не только тренироваться, но и показывать окружающим тот результат, которого ты добился. И если в фитнес-бикини присутствуют девушки ниже 165 сантиметров и выше, на каблучках с красивыми пропорциями и модельной внешностью, то мужчины в бодибилдинге – это настоящий сплав мышц. В произвольной программе под выбранную композицию молодые люди показывали игру мышц. Одна поза перетекала в другую, показывая недюжие возможности обладателя тела. В категории «Классический бодибилдинг» после нескольких раундов победу одержал рязанец. Алексей Дмитриев занял первое место, и сразу же после этого определился победитель еще одной категории – пляжный бодибилдинг. Артем Никульшин – рязанец, стал лучшим в этом направлении. Третье место также за рязанцем, а второе досталось спортсмену из Нижнего Новгорода. Стоит сказать, что Артем занимается фитнесом 6 лет. Результатом прошедшего кубка он доволен. Его любовь к спорту разделяет и его девушка, которая пробилась в финал на этих соревнованиях. Мы вместе уже два года. Она в этом спорте столько, сколько и я. Я начал ее готовить, как мы начали встречаться к соревнованиям. Соревнователей опыта у нее больше, чем у меня. Это мои вторые соревнования. Первые были осенью на Кубке Москвы, Московской области. У Оли это уже третий старт. Ради интереса мы выяснили, как проходит обычный день спортивной пары, которая выступила на этих соревнованиях. У нас очень мало выходных совместных, потому что мы вместе работаем еще. А так, выходные мы в основном просыпаемся, завтракаем, идем тренироваться обязательно. Две тренировки в день обязательно, шесть приемов пищи. И так каждый день до подготовки за месяц где-то мы проводим. Здоровое питание, спорт, сон, умение позировать и разделять радость победы. А также не сдаваться от поражений и мотивироваться на еще большую работу над собой. Все это только небольшая, видимая часть этого спорта. Мы желаем рязанцам очередных побед и успехов. А напоследок хотелось бы добавить, что Кубки Евпатия Калаврата и Авдотьи Рязаночки в этот раз уехали в другие города. Их обладателями стали абсолютные чемпионы в категориях бодибилдинга и фитнес-бикини Владислав Мошкин из Ярославля и Анна Байкина из Москвы. День театра отмечается сегодня во всем мире. Всемирный день театра – это профессиональный праздник сотен тысяч людей, которые посвятили своей жизнью служению этому великому и прекрасному искусству. В России день театра принято отмечать очень весело и торжественно. Обязательно проходят концерты, творческие встречи с любимыми артистами, вечера и мастер-классы. Ну и, конечно, это не просто профессиональный праздник мастеров сцены. Это праздник и миллионов зрителей. Театр – это ни с чем не сравнимое искусство. Его специфика заключается в изображении событий, которые как бы непосредственно происходят перед зрителем. Зритель становится их свидетелем и соучастником, что определяет особую силу идейного и эмоционального воздействия театра. Проходят годы, столетия, а театр остается самым любимым и востребованным видом искусства миллионов. У нас есть такая программа для наших юных маленьких зрителей. Она может называться «Твой театр» или «Путешествие по театральной программке». Вот когда мы закрываем театральную программку, когда мы уже познакомились с режиссером, с художником, с композитором, либо музыкальным оформителем. Мы познакомились с теми артистами, которые играют в этом спектакле, с ассистентом режиссера, который ведет этот спектакль. И вот мы закрыли программку, и там мы увидели главный художник, заведующий музыкальной частью, заврадиоцехом, осветительским цехом, завбутафорским цехом, реквизиторский цех, пошивочный цех, декорационный цех, столярный цех, гримерно-постижорный цех. Очень и очень много людей, которых мы не видим, но мы видим их работу. Упоминания о первой театральной постановке датируются 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте. Сюжетом послужили образы египетской мифологии, истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В Древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также другие театральные формы. Расцвет драматургии и театрального искусства в нашей стране приходится на век 19-й. В театре на Соборной как раз застыла та эпоха. Это классический стиль театральный, это классика, итальянская классика, французская классика. Это середина 19-го века, когда все театры строились по этому образу и подобию. Международный день театра не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра. Это праздник миллионов неравнодушных зрителей. И, конечно же, по случаю этого замечательного дня во всех театрах проводятся разные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей, которые, кстати, не просто развлечения. Театр юного зрителя, театр для детей и молодежи, конечно, к нам приходят маленькие дети впервые. Они приходят не одни. Они приходят со своими родителями, затем они приходят с учителями, затем они приходят с приятелями. И задача каждого уважающего себя театра, чтобы наш зритель не забывал нас, когда вырастет, когда становился взрослым. Театр на Соборной – первое каменное здание театра в нашем городе. Он, кстати, является мини-копией проекта Большого театра. Здесь был дом оперы, театр драмы, театр юного зрителя. И все годы театр выполнял свою главную функцию – учил людей добру и сохранял веру в свет. Даже в годы Великой Отечественной войны театр отказался от эвакуации. Артисты Рязанского тюза тогда выезжали на фронт, где показали 43 спектакля и 74 концерта. А воспитательные задачи репертуарной политики театра были определены кратко и емко еще в начале его существования. В наших спектаклях силы любви и дружбы всегда должны одерживать победу над коварством и жестокостью. Этому принципу театра остается верен по сей день. Всероссийский фестиваль спорта среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России в ЦФО – важное событие в жизни каждого спортсмена-медика. В этот раз Рязанский медуниверситет принял гостей из разных городов, чтобы провести второй этап фестиваля, в рамках которого команды состязались в настольном теннисе и летнем многоборье ГТО. В результате сборные РязГМУ показали лучшие результаты в обеих дисциплинах. Представители семи вузов Москвы, Тверей, Иваново, Смоленска, Курска и Рязани. Всего более 70 человек участвовали в состязаниях. Системная работа. Фестиваль не заканчивается. Эта работа идет каждый день. И развитие спорта, развитие наших спортсменов должно нисколько не останавливаться. Мы надеемся, что поступят юные спортсмены. У нас будет день открытых дверей 1 апреля. Надеемся, что кто-то придет, посмотрит. И вот те достижения, которые в этом году случились, свершились, они будут мотивировать ребят поступать к нам. Мы очень ждем и надеемся, что в УЗИ продолжится развитие спортивных видов спорта, различных видов спорта. На открытии присутствовал первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области, который приветствовал гостей из других регионов. Мы очень рады, что по итогам фестиваля 7 наших сборных выезжают на финал. И вот сегодня к ним присоединяются как раз в это число входит команда по настольному теннису и команда по легкой атлетике. Мы выиграли этот этап, очень этим довольны. Ребята все молодцы. Ну а теперь осталось месяц готовиться к тому, чтобы достойно представить университет Казани. Личные встречи теннисистов прошли в спортивном зале медико-профилактического корпуса РязГМУ. Состязание по летнему многоборью ГТО принимал легкоатлетический манеж «Юность». У многоборцев в программе были прыжки в длину для всех, а также упражнения на пресс для девушек и подтягивания на турнике для юношей. Готовка идет общая. То есть мы и выносливость тренируем, и скорость тренируем. Потому что здесь нужно абсолютно все. Потому что многоборье – это не один вид спорта, как вы заметили. Мы делаем силовые тренировки, мы качаем мышцы, чтобы быть по всем фронтам готовыми. И здесь надо закрывать все дисциплины, иначе результата не будет. То есть либо все, либо ничего. По результатам двух дней заслуженную победу одержала команда РязГМУ по теннису, обыграв каждую из пяти сборных соперников со счетом 3-0. Отличные результаты показали и легкоатлеты, которые преодолели все испытания летнего многоборья ГТО. И в итоге тоже заняли в общекомандном зачете первое место. Там соперники будут посерьезнее. Есть какие-то лидеры. Мы так особо себе задачу ставим войти в призы хотя бы. Но в прошлый раз мы первое место заняли в Санкт-Петербурге. Надо держать уровень. Да. Хотим защитить титул. Но как получится, это еще не знаю. Заключительные игры второго этапа Всероссийского фестиваля физической культуры и спорт. Вторая профессия врача среди медицинских и фармацевтических вузов ЦФО завершились награждением спортсменов. Команды-победители, занявшие первое и второе места, кроме приглашения на финал в Казань, получили памятные медали и кубки. Награждение провел ректор РязГМУ профессор Роман Евгеньевич Калинин. Но расслабляться победителям некогда. Впереди их ждет финал фестиваля. В минувшую субботу в Политехническом институте прошел день открытых дверей. На мероприятии присутствовали как выпускники, так и школьники 9-11 классов. О том, как прошел этот день, расскажет Валерий Седов. Слова «Славься, родной институт» эхом разносятся по залу. День открытых дверей, как и любое мероприятие, начинается с гимна Политехнического института. Сегодня здесь собрались 9-11 классники, для которых слова гимна звучат впервые. Им еще предстоит сделать выбор учебного заведения, но на их лицах уже проступают довольные улыбки. Помимо них здесь также присутствуют и прославленные выпускники института. Например, Гудов Андрей Александрович, который поступил на первое очное отделение на специальность инженер-механик в 1993 году. Ныне же он заместитель министра промышленности города Рязань. Хотелось бы отметить, что то образование, которое дается, оно востребовано. И те предприятия, которые у нас сегодня патронизируются, которые вновь в нас создается, они очень нуждаются в таких высококолицентных картах. Политехнический институт развивается и в плане инноваций. Было открыто и несколько инженерных курсов в различных школах. Помимо подготовки учеников к поступлению, там проводится и конкурс, победитель которого получает сертификат на 6 дополнительных баллов к результату ЕГЭ при поступлении в Политехнический институт. В этом году победителем стала Арчакова Алина из 39-й школы со своим необычным макетом кинотеатра. Нас, во-первых, очень хорошо подтягивают по физике, по математике. Это важно для нас, потому что физика – это тот предмет, который единственный, который буду еще оставать дополнительный. И нужно получить хорошую баллу по нему, чтобы сюда поступить. День открытых дверей также запомнился школьникам и их родителям экскурсией по институту и разнообразными мастер-классами. Желающие смогли порисовать, посмотреть за работой станков, проявить себя в различных конкурсах и многое, многое другое. Неудивительно, что даже родители приняли твердое решение, где будет учиться их ребенок. Политехнический институт открывал инженерный класс на базе, по-моему, четырех школ. И мой ребенок, моя дочь, ходила заниматься в этот инженерный класс. Благодаря этому она участвовала в конкурсе. И мы уже точно определились, что хотели бы учиться именно в политехническом институте. Всем участникам мастер-классов были вручены сертификаты, а победители получили памятные подарки на чаепитие с директором института. Как показывает статистика, каждый третий школьник, который посетил День открытых дверей, становится студентом этого вуза. Политехнический институт готовит штучных специалистов. Мы по каждому направлению набираем всего по одной группе. Это первое. И второе. Мы гарантируем трудоустройство по специальности. Это для нас очень важно. А вот здесь, как раз, в нашем институте, мы этого специалиста и готовим. Готовим того специалиста, которого сегодня ждут за стенами нашего вуза. На этом все. Все новости смотрите на сайте город62.тв. Прощаемся с вами. До завтра. И хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова